Вы, имея такую фамилию и такие связи, тем не менее, пошли в армию служить. Потому что, насколько я знаю, дед Семен, который был полковником гвардии, сказал вам, если будешь косить, прокляну. Ну, примерно так. Но, опять же, дедушка был человек, действительно, на... Жесткий? Ну, на мой взгляд, он был добродушный и хороший человек. Но в нем было такое, он любил так иногда встать в такую позу, как бы, маршала Жукова и начать отдавать приказы. Вот. Но там много сошлось всего. А самое главное, что это было... Ну, я, ну, видите, довольно крупный, да, я занимался спортом, я был абсолютно здоров. И то, что мне предлагалось, то есть лечь в больницу, значит, по скорой помощи. И вот когда я себе представил, что я буду лежать среди там людей, у которых действительно что-то болит. И позорить фамилию? Да дело даже не позорить фамилию. Нет, мне просто, мне просто, ну, вот я вот через этот момент, как бы, я не смог, наверное, перешагнуть. Вот именно через вот эту козьбу. Я думаю, что самое страшное было именно вот это, что я должен был вот какое-то время вот косить. Вот я думаю, я этого... Я не настолько боялся армии, не настолько не хотел служить, чтобы через это, как бы, вот, суметь перешагнуть. Я вот сейчас так думаю, хотя бог его знает, конечно, дед. Потом, вообще тогда было, как бы, ну, тогда все служили. Да. Вот. И вот у меня 12 человек с нашего курса нам дали освобождение, а после получения дипломов 12 человек ушло в армию. И я вот, в том числе, я был 12-м. Не знаю, стыдно, да, вот, наверное, основное чувство было вот...